И снова здравствуйте! Меня зовут Олег Беспалов и я продолжаю свой рассказ о школе под парусами капитана Барановского. Из прошлых серий вы узнали, что в этом уникальном проекте принимают участие 15-летние школьники из Польши и России. Они не только постигают морское дело на борту парусного судна, но там же с помощью учителей грызут и привычный гранит науки. Вы уже знаете, как непросто начался наш поход и с какими трудностями, из вполне вроде бы самодостаточных личностей складывалась настоящая команда. Очень хочется начать новую серию нашего фильма какой-нибудь пафосно-героической фразой. Вроде «измотанные штормами мы продолжаем рассекать волны навстречу новым испытаниям». Но сегодня я поведаю вам о том, что обычно остается за кадром героического повествования. Кто здесь? Маленькие кроватки, все по расписанию. Тут все не так, как дома. Итак, 32 подростка из Польши и России стали экипажем Баркентины Погория и отправились в двухмесячный поход вокруг Европы. И внезапно окунулись в совершенно другой мир. Не только морских приключений, но также непростой работы и того, что принято называть коротким словом «быт». На борту судна пришлось многому учиться, ко многому привыкать и даже с чем-то или кем-то мириться. И помимо очевидного и вполне объяснимого недостатка личного пространства, здесь на Погории, как ни странно, ощущается еще и нехватка элементарной тишины. И дело не в том, что судно очень похоже на плавучее общежитие. И дело не в том, что мы можем поднять паруса и выключить ходовую машину и наслаждаться плеском волн. Дело в том, что здесь постоянно круглые сутки, даже ночью сейчас, работает система вентиляции, работает система энергообеспечения, которая изрядно шумит и в кубриках, и на камбузе, и в каютах. Даже на гальюн придешь, и там слышно. На палубе постоянный шум. Поэтому, когда мы выходим в порт, тишина сначала даже немножко оглушает. Днем тишину на Погории вообще трудно себе представить. Электрический звонок зовет на Врал или обедать. Судовой колокол отчитывает время, а переносная рында сигналит о начале урока или перемены. И бравые моряки отправляются штудировать историю, физику, химию, математику, биологию, биографию, языки. Те, кто опаздывал на занятия дома, не изменили свои привычки и теперь. Ежели не любили какие-то предметы, то страстью к ним так и не воспылали. Погорийцы, конечно, знали, что по возвращению домой им придется догонять своих одноклассников. Или, по крайней мере, отчитаться перед учителями за пройденный под прусами школьный материал. Но у многих ребят и девчат учеба не очень клеилась. Говорят, что из-за усталости и недосыпания. Немного думали, что с учебой будет больше времени, но то, что у нас есть много вахт, алармы. И уставали сильно, не очень получилось учиться. Очень мало времени. Ты не можешь делать свои уроки, потому что очень сильно качает тебя. И ты в основном в свободное время только спишь. Все. Здесь тоже хорошие учителя. Мне нравится, но как-то не успеваешь делать все уроки. Потому что задали очень много, а программу не сможешь пройти все. Медленно проходишь. И приезж домой нужно будет догонять всю программу в школе. Когда мы вернемся в наши школы, конечно, в итоге нам нужна совсем другая программа. Никто, о которой они рассказывают. Я. 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 Ты. Я. Так? Так? Он. Она. Оно. 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 Они. Она. Так? Он. Она. Ну, как показала практика, несмотря на то, что уроки были на корабле, все в итоге получили примерно те же самые оценки, которые у них есть в школе. Поэтому те, например, ученики, у которых 3 или 4, они решили не исправлять, и хотя могли бы стараться и получить на корабле пятерки. Наверное, многих интересует, но те оценки, которые выставляли стешние, подарились к учителю за первую четверть. Они им выйдут в аттестат или нет? Они в ленике. Это очень хороший вопрос, потому что, когда я разговаривала с учениками, мне честно признали, что есть учителя, которые скажут, что все эти оценки, если они будут слишком хорошими, то эти оценки мне не поставят в журнал. Ну и без лени, конечно, не обошлось. В течение полутора месяцев я ежедневно терпел полную фиаско, пытаясь застать своих соотечественников за выполнением домашнего задания. В то время как поляки, которые хотели спать ни чуть не меньше, аккуратно учили уроки каждый вечер. Но я вспомнил самого себя в 15 лет и удивляться перестал. Наверное, такой уж у россиян менталитет. Любим мы тянуть до последнего. И да, я бывало точно так же списывал самостоятельные работы, слушал подсказки у доски и писал шпоры. Тоже, кстати, на запястье. Ну вообще здесь учиться, конечно, не сложно, но капитан сказал, что если тест не сдадим, то в Риме не побываем. А время получается. Вот, учим и страхуемся. Чем принципиально учебы здесь отличаются от учебы дома? Ну дома, если ты прогулял учебу, то тебя могут максимум наказать родители, а здесь тебя лишит порта, что автоматически лишает тебя шоколадок, вольности на пару часов. Ну и вообще отдохнуть от этого моря нафиг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот этой самой вольности на пару часов на самом деле очень хотелось Именно потому, что на борту у юных моряков нет никакой возможности остаться в одиночестве Чтобы вокруг просто не было людей, чье настроение сейчас не совпадает с твоими И на этом фоне в долгом походе происходят интересные вещи У основателя школы под парусами Кшиштофа Барановского есть пролюбопытнейшие теории Которую он сам называет теорией океанических чувств Вот именно такое название Суть теории заключается в следующем Образуется новая команда, она уходит в плавание И по прошествии трех недель, если изначально у кого-то по отношению к кому-то Или к чему-то была хотя бы малейшая симпатия Эта симпатия развивается до чувства чуть ли не вселенской любви Ну и соответственно, если кто-то по отношению к чему-то или к кому-то Испытывал хотя бы немножечко антипатии То по прошествии тех же самых трех недель начинает не переносить на дух И что самое интересное, эта теория, кажется, работает Наверное, это явилось одной из причин того, что через месяц похода на Погорье был экипаж Но все еще не было настоящей команды Люди не только лишились личного пространства, они оказались перемешанными в кубрике, как колода карт И мелочи стали раздражать Кто-то по ночам шелестит конфетными обертками Кто-то смеется не в попад, кто-то храпит, у кого-то носки можно в угол ставить А кто-то любит командовать и поучать Кстати, именно это больше всего не любили дети Одно дело – команда капитана или офицера И другое – когда твой ровесник говорит «иди туда и делай то» Каждый и так знал, что ему делать Но поляки прошли более жесткий отбор в школу под парусами И некоторые долгое время считали себя опытнее и вправе распоряжаться Не получается у нас сдружиться Потому что, ну, по разным причинам у нас это не получается Из-за некоторого непонимания друг к другу Все-таки, ну, как бы две разные страны, у всех разные понятия Там даже до мелочей доходит, кто как там спит, кто как ест И из-за этих вот непониманий пока, ну, не можем мы полностью сдружиться Чувства и отношения не только приобрели океанический размах, но порой даже меняли полюса Вот что бы выбрали вы, сухопутные романтики? Мужественно карабкаться на верхотуру мачты И как влитым стоять за штурвалом Или же мыть грязную посуду на камбузе Не торопитесь с ответом Вот мнение многих погорийцев В самом начале я жутко ненавидела камбуз Сейчас, ну, у меня стал на первое место по любимым Не знаю почему Ну вот, люблю я камбуз Приходишь в тепле, в сланцах Помогаешь людям накрывать на столы Не надо стоять ни на лоукауте Вахтенные по камбузу могут хотя бы выспаться И их не поднимают на оврало, когда у остального экипажа появляется работа на палубе Вот так романтика моря уступает место тривиальному прагматизму Впрочем, в бытовом плане жизненные погории обустроены хорошо На нехватку чего-то никто не жаловался, хотя пожелания были Хочу на стадион Взять мяч и пойти на стадион Поиграть в футбол Новости хотелось очень посмотреть Узнать, что в мире творится Шоколад И сна побольше И Вероники мне еще не хватает Вот честное слово Кого-кого мне Вероники тут вообще как не хватает Ну и опять же, согласно теории океанических чувств На погории не могла не возникнуть своя романтическая история Вернее, симпатий было, конечно, несколько В том числе и международных Но одна история как раз связана с именем Вероники Девушка познакомилась с Данькой еще во время отборочного тура к этому походу Данька прошел конкурс И Ника сделала даже что-то невозможное, чтобы так же попасть в школу под парусами На судне их, понятное дело, развели по разным вахтам Дабы эти двое вперед смотрящих не шушукали с под луной А следили за тем, чтобы погоре не запуталось в рыбацких сетях Но из Португалии Веронике пришлось вернуться домой И в дальнейший путь Данька отправился уже без нее Скупые мужские слезы в море, конечно, не ронял Но жалел, что телефон в море не работает Скучаю Тяжело без нее Как есть сеть, возможность сразу Переписываемся, общаемся Узнаем, как у нее делать У меня она узнает Ну вот, на этой лирической ноте, пожалуй, можно и прервать мой рассказ О школе под парусами 2013 Впереди еще рассказ о нашем участии в регате И сюжет о том, как на борту погоре встретились участники похода аж 25-летней давности А пока всем до свидания Редактор субтитров А.Семкин